Приветствую вас. Во-первых, хочется отметить, что есть несколько странных, противоречивых, и немного даже, я бы сказал, моментов в том, что вы пишете. Вы пишете о том, что хотите правильно начать отношения с девушкой, но при этом по факту вы уже эти самые отношения начали, на мой взгляд, вы начали эти отношения, когда предложили ей встречаться. То есть отношения, по сути, они уже начались ваши. И мне не очень понятен тогда смысл вашего вопроса. То есть вы для чего тогда спрашиваете, как начать правильное отношение, если вы, по сути, ей уже предложили отношения, вот, и она вам уже дала, по сути, это дело отказ. Значит, 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 это первое. Первый момент. Второй момент. Вы пишете, как правильно начать отношения. То есть правильное, начать отношения нельзя. Потому что, ну, собственно говоря, никакой единой нормы, единых правил, начало отношений нет и быть не может. Все люди разные, все люди уникальные и, собственно, для каждой пары существует своя уникальная схема, которые они выстраивают отношения. То есть такое впечатление, что вы к отношениям пытаетесь подойти слишком рационально, ну, или излишне рационально, если угодно. Что, в общем-то, представляет из себя серьезные проблемы, потому что нельзя к отношениям подходить рационально. Как нельзя в некоторых моментах, да, спрашивать у девушки, хочет ли она с вами встречаться, например, или нет. Это просто нельзя. Ибо чувства, это такая субстанция, да, что если о них, то бишь о чувствах заговоришь, то они уйдут. И вместо них останется что-то, ну, что-то другое, к сожалению. Что-то другое, что-то совсем, ну, не то, не то, чего хотелось, например, иначально. Вот. Дальше. Несколько странно выглядит, по крайней мере, для меня тот факт, что вы, будучи руководителем, такое впечатление, что, ну, не совсем контролируете ситуацию, да, то есть такое впечатление, что какие-то вещи, да, выходят из-под вашего контроля. Вот. В данном случае речь можно вести о том, что вот отношения с девочкой у вас не складываются, именно потому, что вы ситуацию не контролируете, вас это, вероятно, напрягает, что вы ситуацию не можете контролировать, и, соответственно, теряетесь, не знаете, как себя вести, вот, пытаетесь, значит, компенсировать вот это вот самое незнание своим рациональным звеном, да, звеном. Это тоже плодов каких-то не приносит, и в итоге вы просто уже обращаетесь теперь к нам, да, не знаю, что делать. Исказывает такое ощущение, что вы не привыкли полагаться на свои чувства, вот, это как чувства, это единственное, на что вам нужно полагаться при построении отношений, в принципе, а потому что только так можно их построить, через чувства, вот, через чувства, не через рациональное, ну, зерно, звено и так далее, вот. Если я прав здесь насчет этого, то прежде чем говорить о выстраивании отношений с девочкой, вам необходимо разобраться в своих чувствах и научиться адекватно их выражать. Ибо есть такие вещи, о которых, ну, говорить не нужно. Вот. И если вы об этих вещах говорите, то как бы это может девушку как раз от вас отдалять, даже если изначально она не была против с вами встречаться и даже если изначально вы ей нравились. Так же, если вы склонны к тому, чтобы мыслить разумом, да, вот, если вы склонны к этому, то у вас не получится прочувствовать девушку, вот, полностью, что тоже может быть проблемы. И проблемы довольно серьезные. Дальше, значит, мы долгое время общаемся, иногда гуляем после работы, недавно я предложил их причесаться, и вот это нам сказалось, что пока не разобралось в чувствах, то ли трущбы, то ли что-то большее, еще боится, что в случае прекращения отношений боится испытывать боль от этого, еще что мы не будем общаться как раньше. Смотрите, у девушки явно есть какой-то опыт, опыт прошлых отношений негативный, вот, вследствие чего она и проявляет такую реакцию, то есть пытается защитить себя. Вот. И вам, вам в этой ситуации нужно дать ей то, что она хочет, то есть, иными словами, дать ей защищенность, ощущение защищенности, чувство защищенности, вот. То есть, быть рядом с ней, поддерживать ее, и так далее. Вот это, ну, то, что вам нужно делать. А если вы этого делать не будете, к примеру, если вы к этому не готовы, не готовы, вот, если вы не готовы, там, допустим, ее завоевывать, если вы не готовы, там, к примеру, добиваться ее, да, если вы не готовы удовлетворять ее желание, к примеру, если вы не готовы давать ей то, что она хочет, вот. то, соответственно, вам лучше с ней отношения даже и не начинать, то есть она вам не подходит по темпераменту и по характеру, вот. Вам тут в этом случае больше подходит другой человек, да, такой более, ну, активный, вот, более активный человек вам подходит в этом случае. Вам в этом случае подходит более такой темпераментный человек, вот. Вам в этом случае подходит, ну, возможно, более такой самостоятельный человек, да, может быть даже, может быть даже, более рискованный человек, вот. А то, что вот, как бы, ну, то, что вы описываете, да, это, к сожалению, вам, ну, вот, судя по тому, что вы описываете, не подходит. Вот. А для девушки, судя по всему, важны такие, такие вот очень долгие отношения, в которых долго все развивается достаточно, вот. И это может развиваться, ну, наверное, даже годами, вот. Опять же, я не претендую на истину здесь, но мне почему-то кажется что-то так, вот. И подумайте, нужно ли вам это, подумайте, что ли это, чего вы хотите и так далее. Потому что, ну, вполне возможно, что вы решите, что вам это все не подходит. Вот. То есть, проанализируйте еще раз, что нужно девушке. Вот. Рад вы с ней общаетесь и так далее. Сблизьтесь, сблизьтесь с ней, не говорите про чувство, не говорите про отношения. Это ее отталкивает. Вот. Блечайте с ней, давайте ей то, что она хочет, то, что ей нужно. Вот. И все. Проявляйте ей знаки внимания. Очень хорошая пословица, очень хорошая поговорка гласить, что для того, для того, чтобы, значит, расположить к себе любого человека, нужны две вещи. Нужны две вещи, точнее. Это время и знаки внимания. Все. Делайте знаки внимания, приглашайте ее куда-то, общайтесь с ней. И все. Знаете, какая история. Вот. Но, для чего она вам нужна и, как бы, что именно вы, что именно к ней вы испытываете, нужно разбирать. Нужно смотреть. Вот. Следующий важный момент заключается в том, что не очень желательно смешивать личное и профессиональное отношение. Да, просто не очень желательно мешать эти вещи. Не очень желательно, чтобы вы смешивали. То есть, если, например, девочка работает у вас в подчинении, то ей, ну, не очень хорошо и правильно будет с вами вступать в отношениях. Потому что ее это может, ну, по факту, ее это может дискредитировать. Вот. Ее это может дискредитировать и сделать, как бы, ну, более уязвимой. Скажем так. Вот. Поэтому нет ничего удивительного в том, что она опасается, что она боится идти на сближение, боится идти на контакт. Это, в данном случае, это нормально. Опять же, тут вам нужно этот вопрос, как руководителю разрешить, что вы не можете смешивать личное и профессиональное, да. Я знаю, что, если вы, к примеру, все-таки решили это сделать, да, то есть, если вы решили все-таки смешать личное и профессиональное, чтобы это было, ну, максимально, что значит, комфортно и корректно для, собственно говоря, девочки. Вот. В целом, у меня сложилось такое впечатление, что отношения вы воспринимаете, как, ну, как определенную галочку. То есть, девушка вам просто подходит. Она вам просто подходит, она вам, вот, идеально, может быть, подходит для, ну, для тех, вот, целей, да, которые, ну, которые, которые для вас сейчас важны, важны. Вот. Возможно, девочка чувствует это. Чувствует, что вы вот так вот не относитесь, как к галочке, да, как к цели, и ей это не нравится. Вот. А, возможно, здесь есть что-то еще, вот. Но, так или иначе, она вам не верит пока. Вот. И не верит она вам потому, что вы, как мужчина, не даете ей того, что ей нужно. Вот. Так что, вот, соответственно, на это обратите свое самое беспритное внимание. Вот. Вы уже с ней в отношениях, раз она вам сказала, что, не знаю, дружба ли у вас, или что-то большее. Вы уже с ней в отношениях находитесь, сможете в этом мне поверить. Потому что в тот момент, когда вы гуляли, начали гулять с ней, да, вот в тот момент, возможно, именно в тот момент вы уже начали быть с ней в отношениях. В отношениях. Возможно, уже в тот момент. Вот. То есть, в отношениях у вас уже начались. Основная проблема в том, что то, что сейчас происходит, вы отношениями не считаете. А она, в силу того, что, ну, в силу того, что в себе не уверена, да, она принимает это за обесценивание, за обесценивание того, что для нее важно. Вот. Вот примерно так можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что это было полезно для вас. Понимаете, что информация мало, но и вы информация мало достаточно предоставили. Вот. Особые, конечно, особые эмоции вызывают то, что, как вот вы характеризуете себя, да, я руководитель холост, а у меня в подчинении работает девушка не замужем. Социальный статус прям вот здесь выпячивается. Вы пишите, что он боится, значит, в случае прекращения отношений испытать боль. Это значит, что он достаточно зажатый и не развивается. То есть, он не готов развиваться. Подумайте, нужен ли вам человек, который не готов развиваться, не готов как-то вот достигать новых вершин. Подумайте, не будет ли этот человек вас ограничивать и не будете ли вы, ну, с ним чувствовать себя, ну, дискомфортно, например. 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 Дискомфорт. Вот. Подумайте, подумайте об этом. В отношениях вы уже, вы уже находите отношения. Девушка боится с вами сближаться, но, скорее всего, она, у нее тоже какие-то чувства к вам есть. Вот. Я согласен со своим коллегой Кудрячевым Игорем Леонидовичем, который сказал, что нет прямой связи между тем, что, ну, тем, что вы что-то делаете, да, и тем, что у нее есть к вам чувства прямой связи нет. Но, такая девушка, как ваша, она может зажать свои чувства, я считаю. Вот. И даже если у нее что-то будет, она не позволит себе это проявить, потому что боится боли. Вот. Страх боли может, на самом деле, творить чудеса в этом смысле. Вот. Поэтому, так вот вам можно ответить на ваш вопрос. Вот. Ну, и для чего отношения вам нужны, это тоже важный момент, на мой взгляд. Зачем вам нужны отношения, для чего вы хотите их вступить. Вот. И так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Ага. Значит, наверное, такой небольшой по скриптам будет, да. Все-таки постараюсь ответить на ваш вопрос. Значит, как правило, девочки вот такого типа, как вы описали, да, они любят очень долгие ухаживания, они очень любят постоянство и стабильность. То есть, вам нужно привязать девочку к себе, к своим отношениям. Вот. То есть, в каком-то, знаете, вот, постоянным предугадыванием ее каких-то желаний, да, постоянным каким-то опережением ее, ну, мыслей и так далее. Вот. Так вы, наверное, сможете ее забоевать. Сама она, скорее всего, никаких первых шагов делать не будет. Эм... Является ли это хорошим подспорьем для отношений? Для здоровых отношений нет. Но, если вы уверены, что вам нужна девушка такая вот девочка статус, да, то, наверное, это идеальный вариант. При вашем текущем восприятии социального статуса и отношений, мне кажется, это для вас идеальный вариант. Хотя, конечно, здоровых отношений, здоровых, ну, с той точки зрения, да, что, ну, здоровых с той точки зрения, что человек счастлив будет в отношениях, да, это, конечно. Но, чтобы сделать иные отношения, я полагаю, нужно меняться вам, а я не уверен в том, что вы готовы меняться сами. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Надеюсь, на ваш вопрос я ответил. Если не ответил достаточно конкретно, то поймите правильно, с одной стороны, этика запрещает давать советы, с другой стороны, ну, я не думаю, что вы, девушка, достойны того, чтобы обеспечить вас предложением каких-то универсальных рекомендаций, да, и так далее. Я все-таки думаю, что вы личности, и к вам нужен индивидуальный подход. Вот. Желаю вам всего самого доброго и удачи!